Ола, мигас! На связи Матвей, буду краток. Сегодня в этом видео я буду играть в Fortnite на своем старом, зашарпанном, но при этом легендарном MacBook Air 2013 года. Кто смотрит меня давно, то должен знать, что я любитель а. Fortnite'а, б. прототивности, поэтому и играю в Fortnite на телефоне. И с небольшой натяжкой вот этот вот миниатюрный компьютер тоже можно назвать прототивным девайсом, поэтому я подумал, зачем играть в Fortnite на телефоне, если с такой же прототивностью и мобильностью я могу играть в Fortnite на полноценном компьютере. Проблема в том, что это MacBook 2013 года, это не Pro-версия, это Air, самая маленькая версия MacBook, которые вообще когда-либо существовали, и мало того, что он сам по себе априори слабый, так более того, он пипец заношенный, старый, достаточно побитый люто, поэтому я подумал, блин, было бы интересно все-таки скачать на него в Fortnite, попробовать поиграть там, побегать в катки, поубивать кого-нибудь, и вот решил записать такое видео. Сегодня мы посмотрим, получится ли у нас вообще запустить Fortnite на этом MacBook, спойлер получится, если мы его запустим, то как он себя там поведет, там какая будет графика, какой FPS, ну и все дела. Но все же перед тем, как мы начнем, бро, если ты впервые на моем канале, то, пожалуйста, оформи подписку, давайте поскорее добьем 30 тысяч подписчиков, я вот просто нереально стараюсь сделать самый лучший контент по Fortnite во всем мире, и уверен, ты оценишь мои другие видео на канале. Пожалуйста, подумай насчет этого предложения, пока что мы скачиваем и запускаем Fortnite на этом чудо-устройстве. Для начала давайте поближе познакомимся с моим MacBook, посмотрим его комплектующий и оценим его дееспособность. Несмотря на то, что это MacBook и все дела, здесь не так уж все и радужно, как вы можете заметить. macOS High Sierra я вообще не обновлял уэс с момента приобретения. MacBook Air, вот, 2013 года, как и говорил, процессор, вот, Intel Core i5, память 4 гигабайта, все дела, в общем, я уверен, кому надо, кто шарит, тот все понял и оценил, насколько же этот MacBook плох. Смотря на этот тусклый экран уже задобленного MacBook'а, я бы подумал, что он чисто физически не сможет запустить Fortnite, но, блин, ребят, вы даже не представляете, как сильно я ошибался, потому что он его еще когда-то и запустит. Собственно, вот Epic Games Launcher, и, как ни странно, да, он запускается, но вопрос, запустится ли эта игра? Что ж, давайте проверим. Блин, на самом деле, я реально не представляю, что из этого выйдет, ну, по крайней мере, вот, Fortnite грузится, да, он же грузится. Короче, все, ребят, ждем. Блин, если, конечно же, Fortnite все-таки запустится на этом старье, это реально будет какое-то событие века. Ребят, ребят, он запустился. О, блин, Fortnite запускается на MacBook'е Air 2013 года. Блин, выполняется вход, подключение. Ну-ка, обрубим звук. О, да, ребят. О, ребят, это Fortnite. Ребят, Fortnite запустился на моем старом MacBook'е Air 2013 года. Это просто жесть. Ну-ка, посмотрим, лагает ли он вообще. Да не, вот нормально, он боевой пропуск, состязание, шкафчик, магазин предметов. Давайте, я не знаю, что ли, скин поставим айконика, ну, по классике, потому что, я думаю, мотивкар без айконика это не мотивкар. Во, с кайфом. На самом деле, я не умею играть в Fortnite на компьютере, а от слова вообще, поэтому давайте для начала запустим творческий режим. Я попробую попрактиковаться на строительстве и все такое, хотя... Стоп. Сейчас же нет строительства. Сразу идем в одиночные сражения. Я подключил мышку. Сейчас закроем это окно. Короче, все, имба, ребят. Я играю в Fortnite на MacBook'е Air 2013 года. Так, а что тут вообще, я не знаю, по графике? 60 FPS, высокие настройки графики, 87% 3D разрешения. И, блин, слушайте, прям играется прям охренеть, ребят. Играем в Fortnite на максималках на MacBook'е Air, где вы еще такого могли увидеть. Так, ну что, полетели? Блин, я, кстати, не играл в Fortnite еще в этом сезоне, поэтому, блин, интересно вообще посмотреть, что тут изменилось. Строительство убрали, поэтому нам будет не так уж и сложно играть. Люто, вообще, стабильный, 60 FPS. И графика топовая. Охренеть, я в шоке. Так, давайте на эту заправочку приземлимся. Где вы еще такое могли увидеть, ребят? Я в шоке. И тени все проработаны просто до мельчайших деталей. Охренеть. В общем, ребят, запустить Fortnite на старом MacBook Air 2013 года более чем реально. Мало того, что я играю в Fortnite, так более того, я играю на высоких, на 40 графике, в стабильные 60 FPS и практически на 100% 3D разрешение. Где вы еще такое можете увидеть? В общем, сейчас я еще постараюсь немного поиграть, потому что, честно, играть для меня в Fortnite на компьютере, это такая большая редкость. И я даже не представлял, что вот так вот я могу спокойно на своем MacBook, который я таскаю каждый день с собой, куда бы я ни ходил в казаке, что я могу просто достать эту вот маленькую складную книжечку вот этого тупо и запустить здесь Fortnite, ребят. Да уж, конечно же, Fortnite на этом MacBook Air 2013 года, как вы можете заметить, ну просто бесподобен. Но все же, ребят, не буду от вас скрывать, что да, как бы этот Fortnite оригинальный, но на самом деле это не мой MacBook, в плане, нет, как бы это все-таки мой MacBook, но сама игра идет не от моего MacBook, а от какого-то другого компьютера. А на этом моменте давайте поподробнее остановимся. Для того, чтобы так великолепно поиграть в Fortnite на своем старом MacBook'е, я использую совсем новый сервис по облачному геймингу, который называется Gatoga. До недавнего времени я думал, что облачный гейминг на территории СНГ это исключительно GeForce Now с их бешеными ценами на подписки. Прежде на своем канале я уже снимал видео-обзор на GeForce Now, и кто его смотрел, тот помнит, что сервис еще достаточно сыроват, да и цены там просто нереальные. И каково же было мое удивление, когда я знал, что обычные ребята из России реализуют облачный гейминг в разы лучше, чем ребята из Nvidia. Вы просто посмотрите, насколько качественно показывается игра на моем самом старом MacBook'е. И при этом посмотрите на мои параметры, то есть, ребят, 60 FPS, но у меня всего лишь 60 Гц экран, эпические настройки качества, разрешение 3D выкручено на все 100%, и при этом игра идет бесперебойно. Ребят, где вы еще могли такое увидеть? И вот просто подумайте, сколько вот такое добро может стоить? Тысяча рублей в месяц, как у GFN? Нет, ребят, вот, вот цены на Гатогу, на их сервис по обычному геймингу, 60 минут 65 рублей, 180, 180, ну и так далее. Ребят, вы таких цен вообще нигде никогда не найдете. Подписка на один месяц в GFN стоит целых 1000 рублей, а здесь можно за те же 1000 рублей накупить себе просто, наверное, времени на целых 3 месяца. Ребят, вы просто можете себе такое представить, тем более с таким качеством трансляции. Если хочешь точно так же играть в Fortnite уровня пастген консоли на своем самом старом компьютере, который вообще только можно найти на рынке за 50 рублей, то знай, что ссылка на облачный сервис Гатога первая в описании. Регистрируйся, там очень все максимально просто, если что, пиши в личные сообщения их ВК-группы, на мое удивление, там модераторы отвечают круглосуточно без всяких задержек, поэтому можешь задавать им абсолютно любые вопросы по установке, по сервису и так далее, они тебе с радостью помогут. Вот просто попробуй зайти по первой ссылке в описании и закинуть себе хотя бы 65 рублей на баланс, а это уже 1 час игры, и попробуй поиграть в тот же самый Fortnite или вообще в любую другую игру, потому что у них можно играть не только в Fortnite, у них есть полная поддержка Epic Games, Steam и других всяких игровых сервисов, так что, ребят, здесь вы, наверное, сможете через Гатогу поиграть абсолютно во всю библиотеку игр, которая вообще существует в нашем мире. Так что, ребят, напоминаю, Гатога, первая ссылка в описании, 65 рублей целый 1 час игры, сущие копейки, как по мне, и спокойно играйте себе в Fortnite без всяких задержек на самых высоких настройках графики, да и не только в Fortnite, GTA 5, да и куча других игр, которые не может потянуть ваш слабый компьютер. Ну и, в принципе, на сегодня у меня пока что для вас это всё, откопал для вас вот такую реально мега крутую имбу, надеюсь, вы реально оцените по достоинству, потому что такие вещи попадаются раз на миллион. Ну а вам огромное спасибо за просмотр, и если это видео было для вас интересным, то обязательно ставьте лайк для его продвижения. Пишите в комментариях, на каком девайсе играете в Fortnite именно вы, и какой FPS выдаётся в игре, было бы интересно об этом узнать. А если ты хочешь халявный лайк лично от меня, то обязательно в комментариях пиши слово Гатога, только так и смогу понять, что ты досмотрел это видео до конца, ну и, конечно же, все подобные комментарии я обязательно лайкну. Ну и по традиции, с вами, как всегда, был ваш Матвей, аста луэго!